Вот, допустим, человек, который считает себя художником, нет у него никаких заслуг, нет у него удостоверения члена Союза художников в Подмосковье, да, или Пушкинского района. Есть такое у нас отделение Пушкинского района? Ну, я на это вообще никак не смотрю. То есть, приходит человек с работой. Я смотрю по уровню работ, и так, чтобы это была целостная экспозиция, чтобы не было такого винегрета, где и графика, и пастели, и масло, и все, тематики разные. Ну, это еще и о какой-то выставке, да? Выставке персональной, если это. А если человек просто принес свою работу, да, одну? Да, то есть, мы принимаем, у нас есть, кроме, в год проходит около 10 выставок, и в каких-то промежутках между выставками, там, две недели, может быть, сборные художники, которые у нас всегда в запаснике стоят, мы быстро, буквально в течение полудня все это вывешиваем, и как раз для этого вот у нас этот фонд такой создается. То есть, принимается без ограничений, если опять уровень работ, устраивает. Ну, я знаю, что для любого художника, конечно, важно это его признание, да, его таланта, его, там, проведение выставок, там, отзывы. Кстати, книга отзывов есть, и предложения, да, каких-то? Ну, на выставках. На выставках, да, только персональные, если выставки, или сборные выставки. Есть, причем, не только выставки художников, но и фотографов в том числе, как минимум два раза в год мы проводим. Да, да, это очень важно, мы о фотографах тоже чуть позже поговорим. Сейчас еще раз по художникам выставки. Но художнику, помимо того, что выставляться и признание получать, ему еще и на что-то надо жить, да? Я говорю о продаже картин. Значит, здесь можно приобрести картину? Можно, но если вот кто в курсе понятия вообще галерейного бизнеса, и вообще выставки, продажи картин, у нас как такового рынка продажи картин в России нет. Есть эпизодические какие-то, так сказать, продажи, они не являются системными. Так же, что это Пушкин, что Москва, ну, понятно, по уровню населения. То есть сейчас моды иметь у себя дома на стене? Не в моде дела, скорее всего, там это комплекс, комплекс и проблемы. Они, ну, скажем так, сколько уже кризисов прошло, вот я знаю, там какие-то новые открываются. Но как только кризис, там, условно говоря, три галереи из Пушки закрываются. Это очень достаточно затратная вещь. То есть культура это первое, что страдает? Страдает первое, потому что эта востребованность сразу снижается, естественно, покупки уменьшаются, а существовать всего надо. То есть это же бесплатно никто не предоставляет. Должно быть или собственное помещение, затраты электроэнергии, сотрудников, уборки, охраны. Продаются или нет? Продаются, но это не... А какая стоимость средней картины от и до? Ну, все в пределах, так, 20 тысяч, но от буквально, не знаю, от 2,5 тысяч. Вот у нас такие есть, просто это зависит и от размера картины, автора, в чем это исполнено. Это график или рисунок, или картина масла, там, станковые джипсы, какие-то авангардные вещи. То есть масса вещей, которые на стоимость влияют. Хотя у нас есть и более дорогие работы. Нашего земляка Александра Фанасьевича Колотилова, заслуженный художник России, академик. Недавно выставку мы раз в год, как минимум, делаем. К дню рождения осенью прошла. Ну, буквально где-то три недели была. Также у нас художники здесь даже... Ну, в какой-то половине, может быть, это пушкинские художники. Но часть все равно это и Москва, и Сергеев Посад, и Новороссийская, и Белоруссия. То есть, ну, складываются разные взаимоотношения с художниками. Знакомлюсь. И формирую какие-то вот экспозиции, чтобы что-то было новое. Здесь в сторону, скорее всего, какого-то просвещения. Чтобы была возможность именно смотреть. То есть, у нас вход свободный в галерею. Приходите, смотрите. А как часто посещают выставки? Есть какая-то система? Приходят там, допустим, с школы, там, не знаю, экскурсии из Москвы? Ну, я где-то дважды встречался с директорами школ. Был в Доме творчества, в педагогический состав. Я собирался, я объявлял об этом, что приводите классы, там, как минимум, урок. Там, 40 минут я проведу именно о художниках, о живописи, обзорной. Вот такой, ну, буквально, тут третья школа была, десятая гимназия. Ну, то есть, это вообще очень-очень... То есть, предложение я не нашел активного оптика. А слышали это предложение все, да? Да, все знают, и управление образованием в том числе. Ну, сейчас у нас очередные изменения произошли в управлении образованием. И, может быть, новые руководители обратят внимание на возможность такого творческого развития обучающихся. Ну, будем надеемся, да, на что это так будет. А из Москвы, там, или еще из других регионов приезжают в Альвию? Ну, здесь у нас Пушкин, аж дачная. Фюрис был, и остается им. И в выходные дни, да, то есть, приходят зрители, там, здесь ближайший зеленый городок, весь частный сектор присутствует. И понятно, что вот их... Ну, разные истории. Кто-то неожиданно для себя открывает, что вот здесь в подвале может быть такая красивая, интересная галерея. Кто-то, наоборот, приходит и их очень удивляет, что вот, а что, это все, больше другого зала нет. Ну, да, у нас не Третьяковка. Но это формат вот такой европейский, если... Камерный. Камерный, то есть, вот выставляется какой-то художник, там, те же, там, 50, 60, 100 квадратных метров, месяц висят, потом что-то новое. То есть, нет такого, чтобы было только из больших выставочных залов картинной галереи состоящее. Ну, мы будем говорить о том, каким образом информируются там жители, узнают другие регионы о том, что происходит у тебя вот здесь. Но чуть позже, после того, как мы поговорим о том, что постепенно твоя картинная галерея, она трансформировалась, расширила свой, так сказать, функционал и стала не только местом, где можно посмотреть или приобрести картину, но и стала одним из богемных, да, я уже слово это употреблял сегодня, богемных мест, где жители района, гости нашего города, там, могут посмотреть, послушать прекрасный джаз. И не только джаз, да? Как ты к этому пришел? Почему джаз, во-первых? Ну, то, что как минимум мне нравится. Вообще, я постараюсь в своей жизни, так сказать, делать то, что мне нравится, а не то, что меня заставляет. Ну, это замечательно, когда человек свое хобби превращает в свою работу. Это самое лучшее, что можно только пожелать любому человеку. То есть, джаз, потому что ты любишь джаз, да? Ну, первично, да. Если бы на твоем месте был человек, который любит хоровое пение, то здесь было... Ну, наверное, наверное, так. Ну, здесь, скорее всего, не в чистом виде джаза началось. То есть, общая идея какая? Когда-то, если, Саша, помнишь, что было желание восстановить летний театр, усилий много приложил, но все это превратилось в популизм. Ну, и дальше дело. Дальше у меня просто понял, что я нереально это не издвинувал. То есть, это было не в твоих силах, поэтому... Ну, то есть, я пытался... Вроде меня слышали, публика, кто, так сказать, поддерживали. Давай об этом чуть позже, ведь есть у меня в планах пообщаться и на эту тему. Да. Значит, джаз. Каким образом ты вот от желания своего сделать здесь джазовый клуб, пришел к тому, что сейчас у тебя здесь выступают исполнители, можно сказать, не скромнейшие, а мирового уровня, да? Если я немножко перескать, я просто хотел им сказать о том, что у нас не в чистом виде клуб, посвященный только джазу. Это, по сути, своей частный дом культуры. То есть, то, что я предлагал сделать вот в летнем театре, это, по сути, то я и сделал. Только сделал на своей площади и ни от кого не зависит. То есть, идея была в этом. Именно заниматься делом и конкретно продвигать свои идеи. То есть, это стало клубным местом, где у нас есть и фотоклуб, и картинные галереи, джаз-клуб, и детский клуб. И сейчас вот кузница-поваря здесь появилась, сейчас киноклуб у нас был, сейчас продолжается здесь. То есть, идея — это просто такой частный дом культуры. За что я получил вот два года назад премию губератора в Подмосковье, да, именно как проект частный дом культуры. А здесь вот это то, что понятно, что это больше популярность, что это меньше, но джаз-клуб, так как к этому вот есть. Хотя ко всему то, что я здесь делаю, мне все нравится, но просто больше внимания и востребованность. Хотелось все-таки это сделать таким клубным местом, джазовым, и когда-то вот идея эта возникла, что кроме картинной галереи делают еще как концертную площадку, были масса сомнений, как это делается. Это же не та вещь, которая, так сказать, по схеме взял, по бизнес-плану, и открыл там магазин. Это творчество, это реактивное. Да, это всегда какие-то мучения, сомнения. И я когда-то уже, не знаю, затрудняюсь сказать, сколько лет назад познакомился вот с заслуженным артистом России Андреем Ивановым и Михаилом Ивановым. А не пушкинцы? Ну, Андрей здесь, у него здесь дети родились, а сам он и Михаил из Курска. Михаил сейчас живет в Санкт-Петербурге. Андрей и в Москве, и здесь в Пушкино. И когда, так сказать, у нас были немножко такие профессиональные завязки по поводу фотографирования, я когда-то делал им большую фотосессию на манежной площади, на манеже внутри. И после этого пошла такая уже, так сказать, длительная дружба. Я хочу обратить внимание тех, кто нас смотрит, что братья Ивановы, это люди, благодаря которым по инициативе твоей, в первую очередь, у нас в Пушкино появился фестиваль, который постепенно, надеюсь, становится ежегодным, пересекая время. Пересекая время, 4 года. Сколько уже прошло? 4 года. 4 фестиваля. Я хочу обратить внимание наших зрителей, тех, кто нас смотрит, слушает, что фестиваль этот появился именно благодаря Алексею Иванову, его любви к джазу и его знакомству с братьями Ивановыми. И, к сожалению, как-то сейчас постепенно этот фестиваль перетянулся уже в Дом культуры, и Алексея уже никто и не вспомнил. Вы приглашаете в эти выходные хотя бы в Дом культуры на открытие фестиваля? Не, ну там все равно, я в этом участвую, как один из организаторов, просто я, так сказать, немножко публичность не перевожу в это, хотя там туда инструменты свои там и так далее. Я хочу вот этого несправедливость устранить и сказать, что спасибо, Алексею, тебе, что ты продолжаешь этот проект развивать и поддерживать. Жалко, что не упоминают, люди не получают по заслугам хотя бы моральное удовлетворение, да? Какое-то спасибо там от власти. Ну, это не самоцель, да, здесь не в этом как бы дело. Но то, что я говорю, опять, благодаря Андрею, собственно, я и решился открыть клуб. У Андрея есть опыт не только как музыканта, но и как продюсера. То есть у него были, они с Михаилом около пяти лет жили в Бельгии, и там проводили фестивали, потом у них был собственный клуб в Москве. Так вот, я понял, откуда получается, как тебе получилось превратить твой клуб в место, куда приезжают мировые знаменитости, да? Благодаря именно Андрею, первеначально он говорит, я тебя поддержу. Сами звезды мирового уровня, и, соответственно, они знакомы со мной. Ну, там какие, немножко, так сказать, все это другим способом все это начиналось. Ну, основной, какой Андрей дал, я поддержу вначале вот то, чтобы помогать с музыкантами. А дальше, так сказать, основное то, что вот когда-то Андрей сказал, говорит, не разменивайся на, так сказать, какие-то средненькие коллективы, всегда ставь планку максимальную по уровню музыканта. И вот это вот сыграло свою роль. Многие отмечали, что планка высочайшая задана. Вот, и говоря о планке, очень хочется обратить внимание властей, что ваш уровень должен быть не ниже того, что создает человек по собственной инициативе, там, за собственные средства, без государственной поддержки, без каких-то грантов и так далее. Я почему об этом говорю, потому что, ну, преимущество частного клуба в чем? Вот ты думал, есть какие-то там средства, планы и так далее, ты это реализовал. А власти, они должны провести там конкурсы, торги, в бюджете деньги заложить и так далее, и в результате выигрывает непонятно кто, который реализует непонятно что. Верно. Да, мы уже эту тему обсуждали как-то, но я еще раз считаю нужным об этом проговорить. Вот была замечательная идея, того же подсказанная, на День города проводить джазовый фестиваль на Травинском озере. Да? Ну, это было совместно с отделом культуры города, то есть мы нашли общий язык, чтобы сделать немножко другого формата. И фестиваль удался, все говорили, что шикарное мероприятие, хотим видеть его дальше. Это три года было, кроме вот этого 17-го. Как только начал действовать у нас вот этот закон по торгам и аукционам, когда, тем более он проведен был как-то очень, скажем так, неорганизованно, да, когда информация появилась там за неделю до Дня города. Ну да, торги были за неделю до начала Дня города, то есть буквально. И какой получился фестиваль, твое мнение, как специалиста? Ну, скажем, я не стал участвовать, понимая вот совершенно, не знаю, как это назвать, подход, несколько кривой. И понятно, что когда за три дня идет уже, как называется, розыгрыш, вот этот конкурс объявляется и выявляется победитель, то есть во вторник, а в субботу уже первый день. Естественно, для этого нужна подготовка, и она описана в техрайдере. То есть это и афиши, это и баннеры, это и телевидение, радио, газеты. Понятно, люди должны знать все это заранее, кто будет выступать, в каком расписании и так далее. Ну, например, я хочу сказать, что да, мало того, что сама процедура, она такая, что приводит к ухудшению качества, да, в результате, так еще и победитель этих конкурсов не выполняет условия этих заданий. На старте уже, да. Казалось бы, такие, да. Я говорю о том, что вот недавно совершенно Пушкина прошел театральный фестиваль, театральный фестиваль. Вот я обращаюсь к аудитории, которые нас смотрят, не вижу сейчас пока цифры, сколько нас видят. Вы слышали что-нибудь о том, что у нас в Пушкин на прошлой неделе проходил театральный фестиваль? Не слышали. А к нам приезжало семь коллективов театральных, самодеятельных, там еще каких-либо лучших коллективов театральных Подмосковья. И они дали семь шикарных спектаклей. Проходило это действие в Доме культуры строитель, завета Халича. Так вот, насколько я знаю, со мной поделись этой информацией, на семи спектаклях было 30 зрителей всего. Во-первых, это обидно самим артистам, перед пустым залом выступать. Я не знаю, какую там нужно иметь моральную силу. Во-вторых, жители Пушкинского района лишились возможности увидеть всю эту красоту. И когда я поинтересовался техническим заданием, что там было прописано, а там были прописаны десятки афиш, сотни выдумлений, публикации местных СМИ. Ничего этого не было. Я специально посмотрел, как проходил фестиваль в прошлом году и увидел, что там была шикарная афиша, расписана по часам прямо, кто когда какой спектакль показывает. Что изменилось? Почему таким образом? Неужели вот наша система конкурсов и аукционов приводит к этому? Ну, здесь опять договорю по именно Травинскому озеру, то, что проходило три года кроме этого, как прошло. Вот у нас здесь, мы сделали свою программу здесь на сцене, которая у нас около клуба стоит. И у меня, естественно, в течение вечера пошли звонки тех людей, которые к нам сюда ходят, и так аккуратно спрашивали, Алексей, а что на озере происходит? Они думали, что ты в этом отношении как-то мог такой продукт быть, да? Очень так вежливо спрашивали, говорю, ну, я не знаю, что там происходит, но, увы, я к этому отношению не имею. И после этого уже пошли комментарии там и в письмах, и звонили, и говорили, что, ну, фактически это было провалено. То есть мы три года, включая и помощь Андрея Иванова, сюда привозили артистов высокого уровня. И это, кстати, тоже было в техрайдере расписано. То есть полностью кто должен выступать, какие коллективы. И, естественно, людям это нравилось, потому что это музыка, плюс звук, плюс свет, плюс информативность. Там можно было, конечно, лучше там что-то сделать, там, прошлые годы. Но сам факт, появился новый формат на новом хорошем месте для прогулок, что люди приходили, понимали, что приходили те люди, которые в город уже на день города не ходят. Это очень большой пласт людей, говорят, нам нечего там делать. Ну, не буду рассказывать, так сказать, отдельную историю. Но, тем не менее, людям не нравится вот эта попсовая музыка, вот этот шум, гам, шашлыки, пьяные, матерящиеся. То есть это все время происходит. Люди потихоньку для себя закрыли этот вопрос и туда не появлялись. И как раз на озере появилась вот та площадка, которая для более изысканной публики. И, увы, мы еще, здесь вопрос нужно было к этому приучить, это уже какую-то репутацию заработать. Заработали, а дальше что? И теперь, получается, этот год, ну, считай, провальный, значит, следующее что? Так же все вот как получится. Я надеюсь, что власти сделают выводы из того, что, ну, по джазовому фестивалю не знаю, услышали они или нет. А вот по театральному фестивалю я постарался, чтобы администрация района услышала вот это недовольство и то, что произошло. Обиднее всего, что деньги-то, которые в районном бюджете и в городском бюджете не так много, а тратятся так, ну, мягко говоря, неэффективно. Ну, здесь как раз вот очень важный момент. Почему? Вот 30 зрителей, у меня тут неполные залы, не все знают про джаз-клуб, не все знают про там проходящие какие-то мероприятия в Домокультуре. У нас нет понятия городской афиши в городе. То есть она в Королеве есть, в Мутищих есть, в каждом районе Москвы есть, везде это есть, где вешается не объявление «куплю, продам», не просто какая-то самостийная, так сказать, вот это вот доморощенные какие-то щиты, на которых вешиваются афиши. Должна эта система быть в этом, должно быть грамотное оповещение, и чтобы люди не рассматривали, я имею в виду, власть не рассматривала эти афиши, как некое, а, ну это коммерческое предприятие, пускай платят за рекламу. Но я рассматривал этот момент, то есть когда я понимаю, что если на телевидении разместить, там Пушкина ТВ разместить, или там расклейку по городу, баннеры, нужно это повторить, а если у меня это концерты каждую неделю, то есть условно говоря, это несоизмеримые вещи, то есть нужно в месяц потратить около 100 тысяч рублей для того, чтобы официально разместить. Но получается так, я могу разместить, что есть картинная галерея, джаз-клуб, это базовая какая-то информация, а когда это афиша, это что, с каждой афишей должен ходить, согласовывать, можно, можно, нельзя, нельзя, или плати вот столько или столько, нет информативности. То есть ты говоришь о том, что тех возможностей, тех средств, которые сейчас используются для информирования жителей, для тебя это недостаточно, да? Нет, недостаточно, но если, смотрите, просто, когда приходит новый кто-то из посетителей, и говорит, мы вас не знаем, вы нигде не размещаете рекламу, я начинаю... Я с тобой не соглашусь? Нет, я скажу тебе то, что происходит чаще всего. Люди приходят, я спрашиваю, вы местное телевидение смотрите? А у нас есть местное телевидение? А, здрасте. Так, а газеты местные читаете? Зачем они нужны? Они городские, то есть интереса нет. Нету. Дальше спрашиваю про... Это кто? Просто посетители, которые приходят и говорят... Это жители города? Да, жители города. Города. Приходят и говорят, а какой информацией вы пользуетесь? То есть еще, чтобы я не перечислял, хоть радио наше местное, телевидение, газеты... Радио не слушают, телевидение не читают, газеты не читают, интернетом не пользуются. Да, интернетом пользуются в ограниченном количестве. А, одноклассники. Ну, видимо, где-то ВКонтакт и прочее. И получается, я тогда спрашиваю, а что для вас является максимально информативной рекламой? Он называет две вещи. Это центральное телевидение или растяжка на улице или при выходе, скажем, с вокзала. Удивительно. Я считаю, что это несовременные люди, пускай они на меня не обижаются. Нельзя в этом винить людей. Век информационных технологий. Было бы правильно все-таки пользоваться интернетом, телефонами. Сейчас даже пенсионеры ходят со смартфонами и пользуются, не знаю, какими-то цифровыми технологиями для того, чтобы поговорить по вайберу, по аудио-видеозвонку со своими родственниками за границей. Александр Иванович, нельзя обвинять в чистом виде людей, что они пользуются. Но вопрос в чем? Сейчас, я тоже понимаю, вот меньше стал поток картинной галереи, в клуб ходят неполные залы, к сожалению. Может, это связано не с тем, что не знают, а с тем, что денег не хватает? Нет, это все связано, но вопрос в другом. То есть, если сейчас рассматривать наш ритм жизни, скажем, 40 лет назад, 20 лет назад и сегодня, то есть поток информации, занятость людей, в первую очередь, что смотрят? Работа, здоровье, семья, дом, дача, первостепенные вещи. А то, что это вот в интернете связано как бы с досугом, особенно в кризисное время, на это смотрят, забываются после момента. Поэтому здесь должна быть информативность как бы параллельная, она не специально, чтобы люди искали, а волей-неволей люди где-то проходят, проезжают, она как бы мелькает. То есть, ты считаешь, что в городе должна быть городская афиша продумана каким-то образом? И, насколько я знаю, ты сторонник так называемых вот этих... Или тумбы, или городская афиша, там, не знаю, там, хорошего формата, предположим, там, А2 или там на 10-12 афиш. И было бы это вот сейчас, вот общались с Шальневым и с Тамарой Викторовной Закутской, в плане, как-то это сдвинуло через депутатский корпус, чтобы это было принято решение, скажем, включено в бюджет на следующий год. Но здесь вопрос не только их там изготовления, размещения, за ними же нужно еще смотреть график, чтобы дать было, чтобы туда вывешивалось... Службы должны заниматься, то есть, понятно, что это финансы. Да, в условиях того, что сейчас денег в бюджете, опять-таки, повторюсь, не хватает, сейчас даже, насколько я знаю, идет реформирование, сокращение, оптимизация, там, различных городских, там, МБУ и так далее. Я не думаю, что я сейчас найду средства для того, чтобы создать службу, которая бы занималась, там, городской рекламой, скажем так. Ну, Саной, всегда есть какой-то путь. Хотя есть у нас организация МКО, МБУ называется МИР, да, маркетинг и формация рекламы. Вот, но они больше занимаются тем, что заставляют, ну, предлагают предпринимателям оформлять фасады, соответственно, с едиными стандартами, следят за тем, чтобы незаконная реклама не размещалась там, и так далее, и так далее. Выдают разрешение на размещение рекламы на, там, стенах домов, там, вот этим как раз они занимаются. Вот, но я хочу обратиться к нашей аудитории, наша аудитория, она же все-таки интернет-аудитория, да, для тех, тем, кто еще не знает, сказать, что мы еженедельно, как правило, в четверг, в пятницу, публикуем афишу выходных дней, так называемую, да, она называется «Чем заняться выходные?». Вот, и там вы можете найти не только то, что происходит у нас в городе, афиши арт-ликора, там регулярно, постоянно присутствуют, но и в ближайшем окружении, так сказать, в шаговой, ну, в автомобильной доступности, в ближайших округах, и что-то самое интересное в Москве. И вот хочу отметить, что у наших соседей достаточно много интересных, необычных мероприятий. Я имею в виду Матище, Сергио Посад, Королев, Балантеевки. В последнее время стали неплохие спектакли, неплохие коллективы привозить и к нам в Пушкино, вот, в Дома культуры Пушкино и Дом культуры строителей. Сам вот с удовольствием посетил недавно, Московский театр Апереды приезжал, ставил Апереду «Летучая мышь». Шикарные представления, артисты, там, первого, так сказать, первого состава, огромное удовольствие получил те, кто были на этом концерте. Поэтому афиши выходных дней, четверг, пятница, рассылка, в соцсетях все это проходит. Я знаю, что ты со своими помощниками тоже активно используешь все эти интернет-технологии, все там смс-сообщения. Рассылка в WhatsApp, рассылка по мейлу, рассылка по телефону, также, естественно, на сайте, на нескольких сайтах все это, и в группах, и в ВКонтакте. Но все равно это недостаточно. Если говорить вообще о рекламе как таковой, то есть есть мнение у многих, кто в этом как-то, так сказать, связан с рекламой, и говорит, ничего не работает. Ни газета не работает, ни интернет не работает, вообще бесполезно что-либо размещать. Здесь вопрос в другом, что вот есть у нас ресурс, который мы перечислили, это экран большой, это и газета, это Пушкино ТВ, это телевидение, это радио, это газета, это расклейка. Ну вот, условно говоря, 7 основных каких-то моментов. У каждого свой процент. Газета дает, предположим, 4%, телевидение дает 8%, Пушкино ТВ там 15% и так далее. В сумме набирается какой-то объем, то есть нужно размещать везде. И, кстати, тоже хочу сказать и поблагодарить. Вот когда-то я начинал весь этот процесс, то есть я столкнулся в первую очередь с проблемой как раз размещения информации. И я куда, естественно, не обращался, везде видел прайс, это столько, это столько, это столько, это столько, там чистый город тогда был, вот на подъездах вывешивался, это и газеты, и телевидение, и все это вопрос денег. И вот тогда я понял, что нужно каким-то другим способом, естественно, нереально, это, собственно говоря, не бизнес, это, скорее всего, я просто как проводник между населением и теми же музыкантами, или артистами театра, или кино, и так далее. Я просто в промежутке такой находился. Ну да, я тоже хотел обратить внимание наших зрителей, что это не бизнес, цены достаточно демократичные, учитывая, что приезжают звезды мирового уровня, я даже удивляюсь, каким образом удается их сюда затянуть, потому что, ну, гонорары, ну, по крайней мере, в моем представлении у них должны быть там заулочные. Ну, это потом отдельно расскажу, здесь тоже очень важный момент, но вот опять возвращаясь к информативности, то я тогда, Саша, если помнишь, что я прошелся везде, и две газеты к редакторам, и радио, и Пушкино ТВ, и телевидение, и чистый город, и непосредственно через центральных лиц говорил, что, ребята, это продукт, который я создаю не себе, я вам это создаю, вашим детям, родителям. То есть, помогите, это ребенок, у которого должно быть много родителей. Ну, и кто согласился бесплатно размещать? Все. Все согласились бесплатно. Все, все, да. То есть, газеты размещают, да, газеты радио. Но другое дело, что у меня, да, ресурс физический, так как у меня сотрудник, собственно говоря, я, ну, волонтерство, и это не является для меня работой, каким-то заработком. Ну, насколько я знаю, это семья. Семья занимается, то есть, это и жена, и сын, и зять, и дочь, и племянница, то есть, у нас такое, как бы, семья. И каждый идет, это именно вот в свой вклад делает, и получается такой семейный продукт. Ну, это замечательно, потому что на общее семейное дело работают люди с душой, не из-под палки, и не поглядывают по сторонам, куда бы там перемехнуться к конкурентам, да? Да, это, конечно, важно, чтобы поддержка была близких, но опять, понятно, я бы воспользовался услугами какими-то, так сказать, в разных областях. Алексей, давай поговорим немножко, чтобы мы пока сегодня немножко зависли с вопросов информирования рекламы, о самом клубе. Вот я смотрю, у тебя здесь есть своя аппаратура, да? Я всегда удивлялся, думаю, как приезжают коллективы к тебе сюда на концерты, везут там барабанные установки, там фортепиано или ионика, как она правильно называется, да? То есть у тебя есть своя аппаратура, на которой выступает... Ну, у нас практически, кроме инструментов как таковых, там от гитары, виолончели, там, контрабаса, флейта и саксофона, все остальное есть. То есть, естественно, это звуковые порталы, это должен быть опять качественный звук. Фортепиано, ну, к сожалению, в нашей площадке иметь настоящий инструмент акустический, увы, сюда его не поставлю. Иногда кто-то из музыкантов привозит и его, но основы это именно, там, микрофонов, барабанов, там, комбиков гитарных, там, басов и прочее, все это есть. И опять, учитывая, что это, ну... То есть постепенно все это приобреталось, да? Постепенно приобреталось, но здесь еще важный момент. Отдельно там про художников, можно сказать, но про музыкантов. Все, кто как-то соприкатался к клубам, старались помочь. То есть, если сейчас вот начну перечислять, например, свет, который здесь вот присутствует, специальный свет RGB, это мне брат взял полностью, заказал на eBay, купил свет. Дальше барабаны, это Андрей Иванов отдал, то есть до этого мне помогал Михаил Соколов, барабанщик из Авантьевки, то есть своей дал тоже комплект, хороший, стоит достаточно много денег. А эти барабаны, опять, исторически занимался такой барабанщик Дмитрий Севастьянов, это очень известный человек, к сожалению, в этом году вот на 46 годах жизни умер, так сказать, рак и так далее. Но барабаны, так сказать, там у него, понятно, свои, это для конкретно для кого-то из них проектов, то есть барабаны оттуда были. Потом Сергей Реневич, там пианист, вот он даст свой там, свои электронные, дает пианино. Также вот акустическая система, если знаете, у нас, ну хотя мало, наверное, кто знает, есть такая группа кукурузы, кантри-группа, которая в прошлом году была 30 лет. И вот Георгий Пальмов, у него здесь дача, чаще всего он здесь, Пушкин находится, то есть вот часть акустики, это его собственность, то есть вот эти порталы. Они начинали с того, что и пертуар АББ перепевали, да? Я это не застал, то есть они вот 30 лет, фактически все это все-таки такое классическое кантри-музыки, они в этом направлении продолжают работать. Ну и понятно, что все это требует не только приобретения, содержания, то есть оказалось, что вот провода для микрофонов, все это периодически выходит из строя, приходится перебаивать. Микрофоны тоже. Я знаю, что тебе помогают и твои друзья-фотографы, да, которые приходят на концерты и потом замечательные репортажи получаются. Да, обычно, вот, кстати, то, что вы видите на заднем экране, у нас была выставка джаз в лицах Алексея Колотушкина, а это, ну, какая-то часть. Ну, кроме джаза, я еще хотел сказать, у нас кроме джаза бывают и другие направления, то есть и рок-концерт, и фолк, и какие-то... Ну, относительно недавно я побывал на шикарнейшем концерте испанской гитары. Да, это Андрей Болтов, возможно, вот в ближайшее время буду опять его приглашать. Я всем настоятельно рекомендую, это настолько энергичная и зажигательная музыка, что все, кто сидел, все приплясывали прямо сидя, а некоторые даже и... Кстати, принято у тебя танцевать здесь на концерте? Ну, бывает, что кто-то выходит, достаточно мало места, но периодически у кого-то, ну, ноги, видимо, так тянут в танец. Кстати, о месте. Мы сейчас не можем показать картинку, но наверняка она есть в интернете, на фотографиях. У тебя здесь достаточно уютно. Сколько у тебя посадочных мест здесь в зале? 60. То есть, можно принять 60 человек. Ну, здесь у нас бывает, что проводят, например, 1С-семинары, тоже местные компании. Максимально здесь умещал, но, понятно, без столов, там маленькие столики у нас стоят, около 90 человек. То есть, к сожалению, у нас 1С востребовано больше, чем джазовые концерты, да? Ну, вот там просто это собирается отовсюду, так сказать, такое центровое место. Но в то же время, когда был Вячеслав Малежик, вот первый раз, второй он был в прошлом году, а первый раз, когда был, мы тоже где-то около 80 человек на него пришли. Ну, также у нас вот и баторская музыка, и рок-концерт, вот Ливан Ламидзе был. И хотелось бы еще сказать буквально вот несколько слов по фестивалю «Перспективы». Первый день, то, что было 2-го числа в Доме культуры, в 6 часов, а вечером... «Перспективы» или «Пересекая время»? Извините, да, «Перспективы» у нас по четвергам играет местный коллектив. Об этом можно сказать, да. Пересекая время, и музыканты, именно солисты этого концерта, там были большие составы, и виртуозы Москвы, и в том числе филармонические солисты, и они потом, там, 7 человек, приехали сюда. И вот то, что здесь происходило, это просто вот те, кто дошел до... Кто-то после ДК все равно сюда пришли, кто-то отдельно пришел. То, что здесь вытворяли музыканты, насколько вот эта энергетика талантливых музыкантов передавалась. То есть они рождали не только саму музыку, чьи-то произведения, там, авторское, но это вопрос настроения, внутренних взаимоотношений. Это какой-то кураж, это вот их все, они до такой степени были вот в каком-то расслабленном, спокойном состоянии, такое увидеть и почувствовать. То есть столько энергетики от них расходило. Но сам факт, те музыканты, которые здесь были, там, Дмитрий Ларионов, гитарист, один из лучших гитаристов России, или Борис Андрианов, велончелист, ну, это фактически сегодняшний Ростропович. И инструмент, когда он, вот там он в ДК об этом не говорил, но инструмент велончели, который он достал, он буквально несколько слов про него сказал, про велончель. Это итальянский автор, сделал он это в 1754 году. На нем этот... Почти 300 лет. Почти 300 лет, представляете, инструмент. И этот инструмент был в царской семье, кто-то из царской семьи на нем играл. И вот 13 лет... С историей инструмента. Да, 13 лет Министерство культуры, я так понимаю, передало этот инструмент для того, чтобы оно играло. То есть принято, что скрипки, что велончели, они не висят где-то там в залах, на них только посмотреть. Они должны жить в своей жизни. Я себе не мог представить, насколько увлекательно, потому что здесь не только джазовые, естественно, композиции игрались, но и симфоническая музыка была, просто, например, гитара и велончель. Но то, что как звучало велончели, как Борис все это делал, виртуозно и тонко, это надо слушать. Профессионалы, они высказывали свое мнение по поводу акустики, звука там, вот в зале? Не хвастаюсь, но все говорят, у тебя звук идеальный. Он говорит, однозначно лучше, чем... Это случайно получилось или ты к этому шел? Не совсем. Здесь есть стечение обстоятельств таких, как бы, так как у нас здесь еще присутствует студия звукозаписи, и Владимир Двореченский такой, и композитор, и музыкант, и аранжировщик. Многим он известным музыкантам помогал, так сказать, московски. Ну, это длинный разговор. Но сам факт, что мы мерили звук везде, на сцене, в студии. То есть профессионалы помогали все это сделать? Ну, основной какой, так как зал небольшой. Здесь диваны, мягкий потолок, здесь вот, видите, нет паразитных звучаний. Есть, нет, так сказать, звук, как он распространяется. Он в стену ударился, пошел сюда, потом сюда, и каша получается. Ну и плюс, у нас там, какие бы музыканты ни были, мы обязательно там за 2,5-3 часа просим приезжать, и мы отстраиваем полтора-два часа звук. Каждого, чтобы ему комфортно было со всех сторон, и артисту, и зрителям. У нас те, кто сидят, некоторые переживают, что слишком громко будет на первом ряду. У нас везде комфортно, куда ни сядешь. Слушайте, вспомнился такой грустный случай, когда у нас в прошлом году был, по-моему, концерт органной музыки, и к нам приехала звезда тоже мировой величины в Дом культуры Пушкина. И эта звезда тоже приехала за 2-3 часа до концерта, чтобы с инструментом познакомиться, звук попробовать и так далее. И когда он сидел, знакомился с инструментом, зашли какие-то люди, администраторы, чиновники, не из Дома культуры. Это я точно могу сказать. И начали ходить. Так, вот здесь вот это сделаем, здесь вот эти таблички, вот это, значит. А там человек, который готовится к концерту, он там живет этим, он сделал культурное замечание. Говорит, так, подожди, ты там потом подготовься, нам тут важно всех расставить, расставить там. Человек поднялся и ушел. И сказал, больше я в Пушкина не приеду. Ну, к сожалению, вот есть у нас такие неинтеллигентные люди среди определенной категории. Ну, не столько, если, скорее всего, вопрос профессионализма еще. Тогда организаторы, это вот Московского областного колледжа культуры организаторы были, и инструмент, а нет, инструмент заказывали отдельно. Они к чести своей выкрутились, пригласили другого специалиста, спасибо ей, что она приехала. И концерт состоялся, и для людей со стороны было непонятно, что происходит. Она, значит, с эритрички пришла, буквально за несколько минут до концерта, и провела концерт в виде лекции, рассказывая, что такое орган, какие у нее есть там педали, как он устроен. Она сама, вот, читая эту лекцию, она знакомилась с инструментом, пробовала звук там, и люди не поняли, что происходит, а получил в результате шикарный концерт. Вот. Ну, я хотел еще о чем спросить тебя. Откуда узнают вот эти люди, там, кто, эти коллективы, ансамбли, о том, что в Пушкино есть такое место, где можно приехать, где есть благодарная аудитория, где есть вот ты, значит, и приезжают к тебе концерты вот эти. Ну, могу об этом много говорить, но вкратце... Ты сам их ищешь, или они сами тебе прилагают? Вы знаете, первое время я, естественно, звонил, искал, просматривал каждый день YouTube, смотрел, кто выступает, где выступает, естественно, самые ходовые какие-то площадки, клубы смотрел, и приглашал. Сейчас вот на протяжении, ну, почти, наверное, год я никого не ищу. То есть мне звонят Европа, Израиль, Штаты, понятно, московские музыканты, то есть они уже знают авторитет клуба. То есть когда мне приезжают из Нью-Йорка музыканты, наши соотечественники, в том числе, они говорят, в Нью-Йорке, говорят, про тебя знают все. Я говорю, как так? Слушайте, в Нью-Йорке все знают, в Пушкине знают, не знаю, половина. Ну, здесь вопрос именно про все тестины. Вам не стыдно, это заметил. Естественно, идет речь о профессиональных музыкантов, которые гастролируют. Но основа какая, то, что они говорят. Они когда приезжают, они на все это смотрят и, говорят, начинает тографироваться какой-то ажиотаж идет. Я не совсем сразу понимал. Но потом они объясняют, говорят, тебе, говорит, 100% нью-йоркский клуб получился. В Нью-Йорке в основном такие клубы есть, где нет ресторации, нет официантов, запахов шашлыка или барбекю. И публика, получается, за это время, 5 лет, как джазовый клуб, она тоже сформировалась. Они понимают, как реагировать. Там же здесь не как в классической музыке произведение закончилось, аплодисменты. Здесь идут такие, так сказать, квадраты. Игра идет, каждого солирующего принято, чтобы поддерживать во время полностью композиции какой-то, апокалирует каждого пианиста, саксофониста, барабанщика. Их это греет. Они начинают себя по-другому совершенно вести. И сюда, естественно, в первую очередь приезжают те, кто любят джаз, и делают это не с точки зрения просто заработать деньги. Они хотят услышать благодарного зрителя. А потом они начинают говорить, что, если ты по-честному, не знаю, надо тебе об этом всем говорить или нет, но в Москве и Московской области нет джазового клуба, кроме твоего одного. Я говорю, как нет? А вот там Бутман, СССР, Союз композиторов. Это, говорит, все стейкхаус. Это ресторация, где есть сцены, где играет джаз. И там вот этот момент кабацкого джаза, к сожалению. Я слышал, что в Московской области нет подобных своему джазовых клубах. Ну и что, и в Москве, оказывается, нет? Формат другой. То есть они как бы присутствуют. Нам надо гордиться и занести, не знаю, в книгу рекордов Пушкинского района и тебя, и твои вот это заведение, не знаю, большими золотыми буквами. Но мне хотелось все равно еще про музыкантов сказать. Я хотел еще сказать. То есть получается эффект зачетки, да? Как студенты сначала первый, там, курс два. Ты работаешь на зачетку, а потом зачетка начинает работать на тебя. Точно так же у тебя. Ты наработал аудиторию, создал уровень, планку какую-то задал, да? Авторитеты к тебе уже сейчас поехали. Получается уже некая и ревность, я понял, присутствует. А ты был у Венова? Они видят же, я же афиши развешиваю. То есть есть там общие музыканты, они смотрят, кто у меня приезжает. Между кем и кем ты сейчас выбираешь следующих гостей? Есть очень известная фамилия на буквы «Б». И вот у нас уже, условно говоря, они уже трижды или четыре раза мне предлагали, как бы, здесь концертные программы. И вот я пока, ну не то что отказываюсь, вот не складывается. Я не знаю, по какой причине, но явно люди ревностно к этому относятся. То есть сначала шла речь, они там называли какие-то немыслимые цифры своих гонораров. Я думаю, что теперь твои афиши будут внимательно вычитывать и ждать, кто же этот человек «Б» и когда он наконец приедет. Ну это целое-целое семейство, скажем так. Но суть даже не в этом. Просто понимание есть. Некоторые музыканты, кто настроен как бы на, в первую очередь, финансовую сторону, они не понимают, когда приезжают сюда известные звезды, и какие же ты деньги им платишь, они к тебе едут. Они не верят, что я обхожусь не только деньгами, а, скорее всего, взаимоотношениями и авторитетом клуба. Потому что если смотреть о деньгах, если вообще говорить, вот тот коллектив, который был, пересекая время, вечером здесь, ну, приблизительно я посчитал, я приблизительно знаю, какие гонорары. Но бюджета города Пушкина годового хватит, чтобы... Я не знаю, бюджет городовой, но то, что это, условно, концерт на миллион, это я могу гарантировать. Вот здесь у тебя был концерт, за который важно было по-хорошему, и это в другом месте, не связано ни с твоей историей, ни авторитетом, а вошелся миллион организаторов. Ну, условно, они пришли, еще раз говорю, это не вопрос денег. Они часть проработали бесплатно. Я понимаю, я просто понимаю, сколько... Да, такие вещи, как авторитет, там, имя его, конечно, деньгами не измеришь, но... Нет, ну, еще плюс взаимоотношения внутри музыкантов. У каждого, вот, условно, Андрей Иванов, у него есть друзья. Вот тот же Дмитрий Илларионов или, там, Борис, да, это друзья. Они много... вот они друг друга как-то выручают, понимают, что не ради денег они это делают. И говорят, мы заработаем это где-то в другом месте. То есть, если говорить про последние концерты, там, Андрей Иванов, он каждую неделю куда-то гастролирует. Он приехал из Израиля. То есть, это нельзя называть богатайшностью в чистом виде. Здесь, как бы, взаимодействие. Нет, это, скорее всего, какая-то присутствует. Я не хочу это там обсуждать, но сам факт, что это происходит. То есть, Андрей до этого был, если знаете, вот, с Маринкой, с Гергиевым, вместе с Мацуевым в Вашингтоне. Я вот был на втором канале две недели назад в Вашингтоне, в Нью-Йорке он был. И до этого, в день рождения, Владимира Владимировича был в Сочи, я знаю, что он там играл. То есть, это, еще раз говорю, музыканты, которые играют на лучших площадках мира. Это Карнеги-холл, это европейские все фестивали, там, от Монтрю и прочее. И все, кто приезжает, это музыканты, которые именно гастролируют по всему миру. Алексей, я предлагаю тему музыки, джаза немножко, как бы, пока притормозить, да, если получится, мы еще продолжим в этом разговор. Завершим мы ее тем, что, расскажи, пожалуйста, какой ближайший концерт, я знаю, 10 декабря у тебя будет, да, здесь? Да, будут голландцы, квинтет, это, ну, молодые ребята, не знаю, они все в пределах, там, 40 лет. Это новый диск. А вот сейчас мы афиши попробуем показать. Они записали новый диск. Вот так, наверное, будет видно, да? Наверное, если им видно, вот это все участники, авторская программа. Да, видно, видно, да. Буквально. Нет, вот немножко вот так, вот так, к себе чуть-чуть. 10 числа, в 6 часов вечера, да. На портале пушкины сегодня в афиши, зайдите, посмотрите, да, вы это увидите в деталях. Обычно у нас два отделения, где-то, ну, так называемых, два сета по 45 минут, то есть это программа, там, если в 6 начинается, в районе пол-8, получается, пол-9 закончится. И следующая будет программа, уже так, приближаемся к Новому году, мы стараемся тоже, вот мне помогают с афиши, буквально ее только сегодня из типографии забрал. Это Виктория, то есть секстет Виктория Каунова и Ильи Морозова. Это вот новая плеяда московских джазовых музыкантов, это оркестранты из оркестры Олега Бутмана, и у них вот в прошлом году у нас не получилось, у них была готовая программа новогодняя, мы уже после Нового года их показывали. Но очень талантливые ребятки, хотя молодые, еще раз говорю, они как раз подготовили, программу подготовили, вот они сами прорабатывали темы. Их советские новогодние композиции, там, из мультфильмов, кинофильмов, народной музыки, это будет 16 декабря в 7 часов вечера, тоже так же два отделения. Потом будет 24 числа группа Кукуруза, традиционная, уже, по-моему, третий год они у нас, то есть они зажигают, вот, там, большой состав, и то, что они вытворяют, это, ну, даже не вопрос, так сказать, инструментальной, там, или вокальной части, они сами по себе, это такой комок энергии, вот, как раз это тот случай, когда публика встает из, так сказать, скресел и начинает двигаться в том числе. Это будет 24 числа. Ну, вот, еще 30-го, возможно, будет, сейчас вот обсуждаю, смотрю, какие вариации, потому что у всех немножко, так сказать, хотелось что-то более с какой-то движухой, все-таки было с каким-то, вот, именно в сторону танца, может быть, даже чуть-чуть площадку расчистим, как бы, для этой цели, так как Новый год, там, через день, но пока еще не остановилось. А система бронирования есть какая-то? А у нас она полностью идет, вот, по записи, по телефону, предварительной записи, мы бронируем на фамилию. Были случаи, когда приходят люди больше, чем мест? Ну, практически здесь как, вот, на момент, скажем, в день концерта, я понимаю, что у меня нет ни одного места свободного, все забронировано, но бывает, что кто-то не приходит. Ну, это броня, да. Да, да. И как раз, вот, кто приходит, как бы, это частично компенсируется. Ну, и дальше у нас сейчас уже, если так честно, расписан и январь, и февраль, и частично март, и какие-то уже на май. Вся афиша на перспективу есть на сайте Artlicore, да? Еще нет. Я физически, к сожалению, вот эта моя тоже недоработка, может быть, это как раз вот публике не хватает, больше информации, да. Зрители, пусть жители следят за еженедельными афишами, которые публикуются везде, в том числе на нашем портале. Да, у нас сейчас новый сайт Artlicore Jazz Club, так сказать, вот, так же, если наберете, там, artlicore.fiz.jazz.club, и выйдите на наш новый сайт, более удобный, скажем, для просмотра, чем предыдущий, а в предыдущий остался как картинная галерея. Ну, и так же есть группа ВКонтакте, есть, если наберете, там, Алексей Иванов или картинная галерея на Фейсбуке, конечно. Вот сейчас мы перейдем еще к такому вопросу. Кто они, посетители Artlicore Jazz Club? Ну, есть вопрос. Есть завсегдаты, которые ходят, не пропускают ни одного концерта. Ну, здесь отдельно хочу сказать, что у нас, как бы, в большей степени я целевую аудиторию определяю, как людей зрелых, то есть это от 30, там, до 65, грубо, ну, естественно, и старше, но тем не менее, это публика не молодая, хотя постоянно молодежь приходит, у нас, там, с 10 до 15 лет я с родителями ход свободный, пенсионерам скидки. А мне вообще кажется, я, конечно, может, крамульную вещь скажу, что джаз — это музыка более зрелых взрослых людей, нет? Ну, скорее всего, да. Молодежи джаз не очень нужны, ну, кроме тех, кто… Ну, да, рэп, хип-хоп, там, что там еще, и даже слова не все знают, которые они там слушают, направление музыки. То есть это зрелые люди? Есть завсегдаты? Да, есть завсегдаты, те, кто, ну, практически, у нас есть телефонная рассылка, она самая эффективная. Те, кто здесь побывал, уже оставляют свой телефон и конкретно приходят смс-сообщение такого числа, тот, тот, тот. И, я не знаю, там, в рассылке в общей количестве, может быть, там, около тысячи человек, поэтому или одни, или другие приходят. Поэтому здесь люди и знакомятся, и кто-то уже более тесные какие-то отношения, связи, то есть приходят, ну, такой-то клубный формат, это тоже очень важно. Ну, в общем, завершая эту часть нашей беседы, порекомендуем зрителям, жителям нашего района следить за афишами, записываться, получать смс-рассылки и так далее, и так далее. Сейчас я хотел несколько слов буквально, может быть, поговорить, чтобы не затягивать, мы уже в эфире почти час, да, наверное, не вижу сейчас, о совместном использовании пространства, о других формах использования этого пространства. Я знаю, что у тебя были различные попытки и приглашения. Я знаю, что несколько лет назад, вот мы здесь проводили даже встречу с главой на тот момент района, Виктором Васильевичем Лисиным, был такой достаточно серьезный разговор, Виктор Васильевич к нему подготовился, пригласил с собой кучу своих заместителей, и мы так вот продуктивно, интернет-аудитория до сих пор вспоминает тот разговор с властью. Он был полезен для всех. К сожалению, сейчас такие форматы уже не используются, и власть, на мой взгляд, информационно закрывается от жителей. Ну, это отдельная тема разговора, не сегодняшнего, по крайней мере. Так вот, я знаю, что здесь у тебя, начиная там от клуба общества инвалидов местных, да, который у тебя традиционно здесь День дурака отмечает, да, играет, турниры проводит по дураку, по игре в карты. Вот, краеведы, кстати, тебе вот один из краеведов, Иван Чекалин, передает отдельный привет. Спасибо. Я был недавно здесь вот на мероприятии, которые проводил отец Андрей Дударев, встречался. Посещал Шарику. Да, да, по семье Шарикова приглашал, приводил сюда его родственников, в том числе тех, которые впервые у нас здесь в Пушкино побывали, из другого региона приехали. Что еще у тебя здесь такого интересного? Ну, здесь, если говорить вообще о позиции... Что здесь у тебя бывает? Здесь вопрос, что, если так рассматривать по событиям, которые здесь проходят, то есть две трети социально направленные. То есть я открыт для любого формата, который, они же не все тут скажут, вот, бери зал, делай что хочешь. То есть, как ты говорил, чемпионат в Московской области среди инвалидов в дурачка. Там, то, что вот любые, даже сейчас у Рубан Пушкина попросились на... Пожалуйста, они там уже дважды... Социальные проекты, да. Именно у тебя здесь рождалась вот та презентация, видеопрезентация, которую они сделали по городскому сквиру. Да, по городскому сквиру, да, да, да. Ну, кроме этого, у нас вот какие-то семинары проходят, ярмарки благотворительные. Плюс то, что здесь у нас вот сейчас попросились кузницы-поваря, то есть проходит мастер-классы для детей с поваром. Там из вот... А где-то можно посмотреть, они где-то снимают... Они есть, если наберете кузницы-поварят, есть у нее группа ВКонтакте, но обычно это выходные дни. Также еще детский клуб «Момент радости» — это проект уже 4 года. Оксана Резникова ведет его. Это такие культурные мероприятия для детей от нуля до семи лет с родителями. Мы бы с удовольствием делились всеми этими проектами на портале «Пушкина сегодня», поэтому я предлагаю тебе... Готов разместить. Тут ближайший будет, кстати, в это воскресенье, тоже 10-го числа, как и концерт. В 11 часов. Давай наши контакты, пускай обращаются, мы будем об этом рассказывать на станции нашего портала. Вот деталь, у которого там сотни тысяч... Еще мне хотелось сказать по поводу кино. То есть я вот в том году мы пытались вместе с Анной Ходулиной делать такой киноклуб. То есть она делала подборки, редких фильмов интересных, о чем можно было поговорить после фильма. Ну, сезон закончился там в мае месяце, и как бы дальше там у нее какие-то... Ну, нет было возможности дальше. Ну, сезон не вошли еще. Да, но вопрос в другом, что я сейчас хотел перейти в какой-то формат киноклуба, и вот сейчас встречался с Николаем Бурляевым, если знаешь, есть такой «Золотой Витязь». И принципиально... Он же тарь привозил. Да, да, вот я как раз благодарю этого. И то, что он принципиально дал согласие, что мы здесь будем открывать буквально в ближайший месяц-полтора именно киноклуб «Золотой Витязь» и с возможностью то, что Николай Бурляев будет эти фильмы, которые у него есть в пользовании, предоставлять для нашего клуба. Потому что это опять предполагается формат, скорее всего, свободный для посещения. И, ну, как минимум это раз в неделю будет. Надеюсь, что с января, может быть, даже есть идея, вот эти вот выходные дни январские, может быть, вот уже начиная с 3-го, 4-го, 5-го, 6-го числа, он предположен на весь день запускать у нас большой экран, запускать фильмы, чтобы люди приходили, именно коллективно смотрели фильмы. Ну, здорово. Одно дело смотреть у телевизора дома. Уступит когда такой момент, когда твоя неиссякаемая энергия и выдумка придет к тому, что вместо времени не будет свободным. Ну, сейчас к этому приходят, аж нас еще, я предоставляю возможность, здесь фольклурному коллективу в понедельник нас репетируют, они там 4 часа по четвергам. Это перспективы. А вот про перспективу поподробнее расскажи. Потому что это какие-то молодые ребята играют на вокально-симментарной анстамбль, да? Ну, это коллектив, который перерос из Дома творчества. С ними занимается вот Юлия Смирнова, такой энтузиаст. И вот самых, скажем так, талантливых она выделяет в воде гитару. Ну, ударные, да, и в том числе, это и скрипка, это и фоно, это контрабас, гитары, вокал. Каждый четверг в 19 часов, да? В 12 часов. Свободное посещение, бесплатное. Да, да, да. И плюс они периодически, ну, где-то там до 30 человек где-то приходят. И в том, как раз вот это приходит именно молодежь. То есть мне хотелось какой-то формат открыть, чтобы люди могли, ну, вечером, куда молодежь пойти? Если так спросить, всех спрашиваю, некуда вообще, не то, что там, ну, что, друг другу в гости ходить. Ну, это беда нашего города, что у нас нет места, где молодежь может проводить время. Или вообще говорить о местах у нас Пошкина. Вот приехали гости, когда был фотофестиваль, и они с другого года, из Орла там приехали, и спрашивают, куда вы тут можете сходить? И все стоят, вот 10 человек, а нам нечего им сказать. Кировеческий музей в воскресенье не работает. Руки развели, некуда. Ну, это же обидно. Вот за собственный город я здесь родился и, надеюсь, как бы буду всегда. Но тем не менее... Если бы не твой клуб, да, и совсем некуда было бы. А хотя вот отдельная тема, это музеев. Я когда-то начал заниматься изучением галерейного бизнеса, как он строится. А параллельно это Владимир Бабков такой, так сказать, человек, который именно занимается, кроме изучением галерей всего мира, и у него там курсы есть. Он еще занимается таким понятием продюсирования городов. И он меня тоже от этой темы увлек. Там книга у него своя есть. Сейчас я, кстати, Сергею Гуржуну дал почитать. Он сейчас знакомится с ней, в том числе. Это нашему городскому депутату. Городскому депутату, да. Сейчас готовится к открытию, называется он «Молодежный центр, совмещенный с библиотекой». Его назвали, по-моему, «Маяк». Да, да. На западном столе Пушкина. Я видел, что интереснейший эскиз сделан. Ну, здесь вот как раз основная какая идея. Я стараюсь способствовать именно развитию частных музеев в городе. Отцу Андрея, музей Маяковского. Здесь рядышком у нас на улице Оранжерейной находится музей столярных инструментов Олега Оленева. Сейчас только вот буквально час назад заходил Николай Белов. Он сейчас уже на финише заканчивает музей радио. На заводе «Искожа», да? Да, на «Искожа». То есть, по сути своей, если смотреть исторические места, все знают, что у нас Пушкин насыщен вот такими артефактами, так называемыми. Здесь реально можно делать такой кластер туристический, чтобы этот кластер работал именно на город, для как минимума его популяризации, его известности, через именно исторические места и уникальные места. То, что музей, например, столярных инструментов, таких в мире раз-два в Японии еще где-то есть. У него более 2000 столярных инструментов со всего мира, начиная с 16-го или 17-го века. Причем сделано все это, весь музей, на мировом уровне. То есть, то, что он сделал своими руками, и здание построил, и все эти экспозиции, это фактически вот Эрмитаж, по большому счету. На самом деле, в Пушкино много интересных мест, которые при небольшом продюсировании, как ты говоришь, можно было бы превратить наш город в модное слово в туристический кластер. Я всегда вспоминаю, когда об этом говорят, такие города, как Переслав-Залезский или Мышкин, когда из ничего на пустом месте создаются такие интересные притягательные туристические центры. Только с другой стороны, я сейчас крамольную мысль такую выскажу, а надо ли это пушкинцам, чтобы сюда потоки людей на автобусах еще ехали. У нас благодаря, в кавычках, застройке нашего города с этими жилыми массивами, и так сейчас в городе не протолкнуться из этих пробок. Поэтому надо параллельно все это развивать, и развивает туристический кластер, туризм, надо еще развивать и транспортную какую-то логистику, с перехватывающими парковками, я не знаю. Но это отдельная тема разговора, это точно не твоя проблема. Ты и так делаешь достаточно много для города. Вот, поэтому о чем бы ты еще хотел рассказать нашим зрителям? Ну, как ты же сказал, что у меня все время вот где-то червячок этот сидит, все время хочется что-то делать в плане развивать и клуб, и его, естественно, популярность, какие-то новые форматы. И вот то, что сейчас в разработке, я понимаю, нужно какие-то более утилитарные вещи вводить, чтобы хоть как-то более спокойно содержать клуб, потому что это удовольствие не из дешевых. И у меня сейчас в разработке находится именно здесь становление кофейни «Мистер Фремон». То есть это некая франшиза, которая будет московская, которая будет обкатываться на моей площадке. Если знаете, это такой черно-белый мультик, который с 2009 года издается. Это идея Павла Мунтиан. Студия «Танбокс» находится на Кипре. Это несколько сериальных, кроме этого проекта, интернет-проекта, есть какие-то мультики сериальные. То есть очень талантливые ребята. Вообще-то новые направления, если внимательно на это смотреть, новые направления в развитии мультипликации. И вот этот персонаж, который на сегодняшний день не смотрит на YouTube, то просмотр 73 миллиона. То есть это такой чувак, достаточно малоприятный, может быть, внешний, страшноватый. Но то, что он говорит, он немножко заставляет посмотреть. Как это связано с тем, что ты хочешь у себя в глядей сделать? А по сути своей. То есть то, что говорит мистер Фримон, голосами, рисунками авторов, они говорят, что люди на себя смотрели как с буквой «я», но с большой буквы, а не с маленькой. Копались в себе, совершенствовались, отходили от каких-то привычных стандартов, не становились темной массой, которая управляется через интернет, через телевидение, как называемых зомби-ящих. Когда ты говоришь о развитии здесь кофейни, ты имел в виду не то, что здесь можно было напитки, которые, в принципе, у тебя и сейчас здесь. Да, уже есть. Уже есть качественный кофе, да. Уже присутствует именно кофе, который за знаком уже мистера Фримон. И сейчас вот делается некая визуализация, и там меню, и прочее, прочее, прочее. Я знаю, что у тебя прекрасная выпечка здесь есть. А когда мы недавно заходили к тебе в гости, ты нас угощал каким-то необычным хлебом. Это что такое? Хлеб это было сейчас мне на стадии переговоров, и уже практически начинаем потихоньку работать. Ко мне обратились две замечательные дамы-кондитеры. Очень для меня оказались близкие по духу и по своему профессионализму. И, возможно, сейчас как раз они будут заниматься разработкой вот этого меню. То есть, кроме того, что у меня есть, это одно направление, то, что кондитер француз нам делает, если кто-то знает, он здесь у нас, Пушкина, живет, и хлебопекарню есть. А здесь мне хотелось именно создать авторскую кондитерские изделия в массовом порядке высокого качества. То есть, как бы к хорошему кофе. То есть, на сегодняшний день то, что многие, кто пьет кофе, ходят и говорят, что лучше, чем у меня, кофе нет. Ну, потому что я немножко заморочился вообще с изучением, больше года изучая вообще все о кофе и как его правильно готовить. То есть, очень много нюансов оказалось. И сюда приглашал специалистов, такие международные уровни, вот баристов, кто судит. То есть, вот эта отладка, вот эта система... А вот сейчас я угостил у меня кофе и подал его без сахара. Это специальная технология такая, да? С сахаром кофе, если правильно, не пьется. Не пьется, да? Нет, нет. То есть, сахар есть внутри. Но я сахар и так 6 лет уже пытаюсь не есть. Поэтому я и кофе тоже без сахара пью. В крайнем случае, я нарушаю процедуру, добавляю туда мед немножко. Это тоже неправильно. Нет, есть конкретно. Американцы там вот приезжали, вместе играли с группой кукурузы. Я их угощил именно кофе вместе с медом и долечкой лимона. То есть, есть у итальянцев такой кофе Романо, это именно эспрессо с долькой лимона. Я туда добавлял еще, ну, знаю, так сказать, что не все, конечно, пьют горький кофе. Я чуть-чуть меду дал. И они были в полном восторге, что им так понравилась вообще эта идея, что сочетание кофе с медом, да еще с лимоном, это новые вкусовые ощущения. Слушай, Алексей, ты настолько плановый человек, у тебя столько интересов по всем направлениям, что, конечно, хотелось бы, наверное, чтобы помощь, поддержка какая-то была. Вот давай, наверное, будем приближаться к завершению нашей с тобой интереснейшей беседы. Что бы ты хотел, чтобы вот, какая поддержка от властей нужна тебе? Мы все-таки как-то вот наш портал, он называем его общественно-политическим, да, там, поэтому мы любое, все, что мы делаем, мы какой-то посыл к властям адресуем, хотя бы в конце нашей передачи. Что, какая помощь от властей тебе нужна? Ну, она, скорее всего, не только мне нужна, здесь, скорее всего, ну, первичнее, я уже одну вещь сказал, это информативность, то есть помощь информации. И не рассматривать любое коммерческое предприятие, даже те же, там, концерты или спектакли в Доме культуры. Да, продаются билеты, но когда из 350 мест приходят 30 билетов, о какой коммерции вообще может быть идти речь? То есть это информативность, помощь информации. А второй момент, это, скорее всего, достаточно, скажем, длинный, может быть, процесс, но основу его, это в области, если культура говорить, то есть есть частная инициатива. Вот я говорил про музей, да, про отца Андрея Дударева, про Олега Оленева, про Белова, про там сейчас вот директор Нового Кривического музея появился. То есть там, где присутствует частная инициатива, люди совершенно по-другому работают. Они занимаются своим делом, считают для себя это некой миссией. Естественно, они сделают в 100 раз лучше, чем любой чиновник любого образования. И так вопрос в чем? Не обязательно держать, так сказать, большое управление там культуры, а важнее, скорее всего, помогать именно таким людям, которые занимаются своим делом по призванию, а не за деньги. То есть этим делом должны заниматься увлеченные? Конечно. Тогда это будет качество, тогда будет действительно у нас культура расти, так сказать, в разных направлениях, хоть от живописи, театра, музыки, танцев, музейного дела, что угодно. То есть когда люди занимаются этим и горят этим, они этому уделяют время круглые сутки. Как я уже сколько, десятков лет, я думаю об этом все время, все время. Ночью просыпаюсь, там супруга говорит, опять думаешь, спать мне не даешь. Действительно, я не могу остановиться. Так как думаешь? Но смысл в чем-то, что если я в это вкладываю, тогда я получаю результат. Если они будут этим жить, никакого результата не будет. И какая просто там какая-то помощь от администрации, вот лишь бы то следующее. Чтобы поставить точку, то есть сейчас на настоящий момент от администрации, от властей, правильно было бы, чтобы они поддержали твой проект информирования, афиша, трибуна, тумба или каким-то образом. В том числе есть и другие способы. Может быть, есть смысл обратиться к депутатам. У нас есть достаточно активные депутаты, команда Андрея Шальнева. Практически я к ним уже обратился. Но единственное, я не совсем понимаю, условно говоря, у нас в большом количестве людей, которые не безразличны к городу. Патриоты городские. А какой механизм влияния этих людей на решения, которые принимаются на уровне власти? Мне он непонятен, то есть как он работает. Структурно решение власти принимается через что? Через бюджет, да? Бюджет, это все-таки какая-то... Поэтому первый шаг, который должны сделать люди, которые хотят что-то для города добиться, сделать это пойти к своему депутату. Но, я могу так сказать, ну, предположим, там депутатов городских 10 человек. Я говорю, давайте в области... Ну, условно говоря, давайте в области культуры вот предлагаю вот тот, 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 какой-то свой проект. И из этих 10 человек трое за, а семеро за ДНФ, там это культура. Мы уже об этом говорили, что у каждого депутата есть какой-то свой фонд, который он может направить на те или иные цели. Или ресурсы. То есть, средства, в бюджете прямо закладываются средства. Я сейчас боюсь ошибиться, по-моему, 500 тысяч каждому депутату городскому представляется на реализации его депутатских наказов. И когда в прошлом или позапрошлом году, по-моему, у них осталась некая сумма, они вместе несколько депутатов скинулись, грубо говоря, и купили для Дома культуры хороший рояль, которого там им не хватало. Вот поэтому, почему нет? Почему и тебе бы не обратиться с таким предложением? Ну, как бы это отдельный, может быть, разговор, но есть в этом определенный. То есть, я пытался там при одном главе, втором, третьем, и все время это как вот куда-то поглощалось, оно растворялось. И я сейчас, увы, мало контактирую с сегодняшней администрацией, но мне немножко какая-то вера в том, что это реально как-то с помощью административного ресурса на что-то влиять в направлении развития культуры, искусства, туризма. Не вижу, что таких активных деятельностей, посыл, главное, который не получение какой-то прибыли, а вот именно сделать наш район лучше, а жизнь его жителей интереснее, натыкается на то, что поддержки такой, к сожалению, нет. Я думаю, что мы будем завершать. У нас разговор так получился достаточно длинный. Спасибо тебе за эфир, а главное, спасибо за то, что ты делаешь для нас, для нашего города, для нашего района. Успехов тебе! Спасибо всем! Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!